Привет, просветители! Сегодня у нас ролик из рубрики Разговоры о важном со стоповым Как вы знаете, в подобных видео я либо анализирую сценарии влажных разговоров Привет, Егор Крит из Комарохи Либо говорю на темы, которые, на мой взгляд, действительно важны Сегодня ролик из второй группы Каждый раз, когда очередной чиновник из Министерства просвещения открывает рот Оттуда вылетает глупость Нет, плохая шутка Зато правдивая И весело рапортует об очередных победах нашей школы И оснащения хватает И учителей везде много И зарплата вот-вот повысится Сказки Дедушки Римуса 2023 Эдишн Люди, которые связаны с образованием Ну, так, опосредованно Все эти учителя, дети, родители Все понять не могут А вот эти вот господа у микрофона Они сейчас о какой-то другой стране говорят, что ли? Просто реальность чуть-чуть отличается Сильно Я тоже до недавнего времени все удивлялся Ну как можно так нагло врать? А потом, как понял В общем, сегодня, детишки, расскажу вам о великом умении смотреть со стороны Это не вранье Это взгляд сверху Недавно опять пристали Кравцову с этим набившим оскомину В школе не хватает учителей Первый зампред комитета Госдумы по просвещению вообще назвала дефицит в полмиллиона Небольшие такие кадровые трудности А министр, как обычно Никаких проблем с педагогическими кадрами нет И здесь должна зазвучать музыка Та-да-да-дам, та-да-дам, та-да-да-дам Мы же запустили педагогические классы Вот это, конечно, решение проблемы Кто там из моих подписчиков жаловался, что у них уже пару месяцев каких-то предметов нет? Потерпите чуть-чуть Вот эти восьмиклассники из педагогических классов в школу закончат Через 4 года полным составом пойдут в педагогические вузы Это же так и работает В эти классы брали только те, кто на крови клялся пойти в пед Правда-правда Потом отучатся минимум года 4 и придут в школу работать Потому что все студенты педагогических вузов приходят работать в школу Инфа сотка Так что подождите еще каких-нибудь лет 8 И от учителей вообще отбоя не будет Шикарный план И в комментариях под этой новостью все Что он такое несет? Это не про меня Про Кравцова А весь негатив почему появился? Потому что вы, родители, дети которых сидят без нормальных уроков, не можете посмотреть на ситуацию со стороны Ну отойдите на пару шажочков Большое видится на расстоянии Вот о чем мечтают люди, погруженные в образовательный процесс Ну так, навскидку Берем самую банальщину И главные проблемы, о которых я рассказываю на этом канале уже лет 6 Уроки должны вести профессионалы Физику Физик Математику Математик Если бы это был настоящий разговор о важном, я бы еще минут 5 потратил на перечисление всех предметов Ситуация, когда химию ведет литератор, ненормальна И вряд ли это можно назвать адекватным изучением предмета Но так рассуждают только люди, которые внутри этого процесса Учитель, который не владеет материалом и отлично это сознает Ученики, не получающие никаких знаний Хотя сидеть конспектировать учебник тоже полезно Родители, вынужденные тратить бешеные деньги на репетиторов Вот все эти люди понимают, что химии в классе нет А вот для чиновника ситуация совершенно другая В расписании урок стоит? Стоит В журнале темы записаны? Записаны В аттестате оценка будет? Будет Так какие вопросы к нам? Для министерства, если школа сумела натянуть сову на глобус Ну, заставить учителя начальных классов вести математику у девятиклассников Проблем с педагогическим составом у этого муниципального учреждения нет Это у детей проблемы есть А у бумажки нет Вернемся к нашим банальным требованиям О чем еще мечтает, например, учитель? И возьмем хорошего учителя Хочется приходить на урок подготовленным Вот у тебя и тетради проверены, и конспект написан, и энергия бьет ключом, и детям ты головы оторвать не хочешь Похоже, я слишком многого прошу Но, во-первых, если ты будешь вести столько уроков, чтобы выполнить все эти хотелки То зарплата у тебя будет? Не будет Во-вторых, никто из администрации не позволит тебе работать на ставку По сторонам посмотри Работать некому И вот уже у нашего хорошего учителя 36 часов И что в итоге? Ну, некоторые работы явно проверять не обязательно Готовиться к урокам? А как же импровизация? Радость при виде детей? У меня сегодня 8 уроков И факультатив Учитель, работающий на разрыв аорты, это неэффективный педагог Он будет совершать ошибки Он будет срываться на детей И он не будет выполнять все свои обязанности Потому что такой учитель либо просто выжить пытается, поэтому все часы мне Либо это просто затычка для дырки Ну не можем же мы просто урок в расписание не поставить Или ты возьмешь, или никто И для всех участников образовательного процесса Эта ситуация трагедия А вот для чиновников и отчетов Манна небесная Судите сами О чем постоянно всякие Остаповы и профсоюзы ноют Низкие зарплаты Но У Глюки Андреевны нищенская зарплата, если она работает на полторы ставки Потому что она лентяйка Но если ей всучить еще полторы Вот уже практически и средняя зарплата по региону А если все четыре запихнуть Так ее вообще раскулачивать можно Есть и экономические плюсы Вот у нас два учителя биологии Та самая Глюка Андреевна и Шизоид Парфентич Работают на полторы ставки Оба преподавателя получают надбавки За категорию, за стаж, за научное звание Ну у нас педагоги звезды А если убрать из уравнения Шизоида Парфентича И все его классы отдать Глюке Андреевне Не переломиться на таких пахать надо То все доплаты в два раза сократятся Чем меньше учителей Тем меньше доплат Доплаты сократятся А вот зарплата у Глюки Андреевны Вырастет Вот тот самый взгляд со стороны Со стороны бумажки Не важно как работает Глюка Андреевна Не важно как быстро у нее случится выгорание Для этого пунктов таблички нет Важно чтобы она вела как можно больше уроков У нас все вакансии закрыты И получала приемлемую зарплату за свой миллион часов Да, доходы наших педагогов растут И вот в тот момент, когда ты понимаешь это Мир преображается Начинает играть новыми красками Я бы вставил радугу, но сейчас это опасно Да ладно Живем один раз Но не врет Кравцов, когда говорит, что Учителей хватает Просто слегка умалчивает Да, в нашей стране действительно мало школ Где какие-то предметы просто не преподаются Ну значит и проблем нет А то, что один учитель и чтец и жнец на дуде и грец Так это призвание А теперь давайте посмотрим, как школы добиваются этого Отсутствие проблем с педагогическими кадрами Летом директор подает заявку Нам не хватает и дальше Список Ждем-с Обычно никто особо не откликается И это не мои фантазии Это официальная информация Министерства просвещения Знаете, какой возраст самый популярный Среди российских педагогов? 50-55 лет Это просто педагогические классы еще не успели подтянуться Из той же самой статистики Министерства можно узнать, что И вот вы просто вдумайтесь Учителей информатики, физики, химии, географии, биологии, музыки, ИЗО, черчения и ОБЖ Все-таки мне пришлось все предметы перечислять Меньше, чем школ в стране Так что здесь либо один учитель сразу же на несколько школ Удобненько Либо географию может и словесник провести Но что-то Москву на карте не покажешь Или границы некоторых стран Актуальная шутка Но вернемся к нашей школе Допустим, директору повезло И сразу же две выпускницы педа пришли на работу Одна из них уже в первые два месяца убежит в ужасе Но об этом потом Мы так далеко не заглядываем Это же образование Здесь все меняется на ходу Новые ФГОС, новые учебники, новые программы Все это меняется без какой-либо системы Как бог на душу положит Но даже приход двух студенток Проблемы на самом деле не решает Потому что вакансий в школе гораздо больше И вот тут-то и начинается самое интересное Кому вести уроки Первый и самый надежный вариант Идти на поклон к Маре Ванне Которую в этом мае всей школой провожали на заслуженный отдых В 74 года Больше некому? Да мы поможем! Кто, если не вы? Ну за чьей школы? Пожалуйста, выручайте! Ну хоть на полгодика! Если бы не пожилые преподаватели Наше образование просто бы схлопнулось Да, это те самые люди, которые понимают Что если все они уйдут на пенсию То работать реально будет некому И это некрасивые слова Так, с русским разобрались Дальше идем в началку Выяснять у заучек, кто там самый активный В школе вообще лучше не высовываться Оказывается, что Ольга Сергеевна и Ольга Петровна Явно подтянут математику у пятиклашек Ну а что? Свой третий класс в первую смену отвели И на пару уроков старше А Марина Сергеевна школу даже с медалью закончила А значит справиться с алгеброй в восьмом Уже легче Живем! Дальше начинаем сравнивать ценность классов И занимаемся перераспределением Эта уволилась Эта в Казахстан уехала Эта в декрете В итоге выпускные классы без преподавателей Этого допустить нельзя Поэтому берем математика из восьмого И засовываем в одиннадцатый А восьмиклассники еще годик И с учительницей из началки посидят Тут вообще-то ЕГЭ сдавать Родители, ну что же вы так волнуетесь? Учитель ИЗО вполне сможет провести биологию Она в художественной школе анатоме учила Да мы ее еще и на курсы отправим Теперь добавляем профильную нагрузку Всем предметникам Да это такой класс! Там одни звездочки Да какие тетради! Это дело десятое Мог бы, сам взял Такие классы раз в десять лет бывают В общем, их и седьмой Б тебе записываю И наконец, самые интересные предметы По которым в школе вообще нет педагогов На биологии часто рисуют Значит, учитель ИЗО потянет У физики и физкультуры названия похожи Сергей Петрович, будете им просто задание давать? Это гуманитарный класс, им физика вообще не нужна Будете развивать метопредметные связи Вот и расписание заполнилось Так и запишем На начало учебного года школа полностью укомплектована Окей, скажете вы Но ведь администрация может не играть в эти игры А просто сказать все как есть Но вот только никто в местном управлении образования Не позволит запустить учебный год с половиной предметов Директора заставят Найти, надавить, уломать, упросить Кого угодно, чтобы заткнуть дыру в расписании Этот предмет в классе просто должен быть Это все, что необходимо знать Нам надо трапортовать, что все школы области готовы И что все российские школьники находятся в одинаковых условиях Вот такие пироги Так что теперь, когда вы услышите, что в российском образовании опять нет проблем Вы будете знать, что просто недостаточно со стороны смотрите Вот и все Никакого обмана Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк Так оно наберет больше просмотров Кроме того, напоминаю про свой телеграм Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее Хочу отдельно поблагодарить моих потрясающих бустеров Которые поддерживают меня материально Сейчас вы видите на экране самых топовых товарищей Если хотите к ним присоединиться, то ссылка есть в описании Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник В 17.00 по Москве в моем новом видео Всем хорошего дня и до встречи